Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас необычный видеоролик. Сегодня захотелось бы попробовать что-то новое, попробовать что-то интересное. Все вы знаете, что мне вообще импонирует, нравится игровой контент. И я бы хотел, чтобы многие игроки брали для себя какие-то позитивные моменты, возможно, чему-то новому учились. И сегодня хотел бы вообще попробовать записать, я не знаю, даже как сказать, обзор на игру, постараться показать макро и, может, немножко микро игры в дефе, разобрать вообще позицию дефера. Показать какие-то определенные фишки, которые для себя я знаю, использую и все в этом духе. Да, поиграть вообще на позиции дефера в матчмейкинге. Понятное дело, что матчмейкинг это, наверное, не самое лучшее место для показа всего происходящего. Но, понятное дело, что большинство игроков играют у нас на постоянной основе именно там. Мало кто уже сейчас обращает внимание на всякие ББП бои. Поэтому сегодня обращаем внимание на позиции дефера в матчмейкинге. И попробуем рассмотреть вообще разные нюансы. Было бы неплохо, если бы, конечно, попались бы неплохие карты. Я думаю, что это будет не одна карта. И я уже там постараюсь пошагово объяснить все свои определенные позиции на карте. И вообще, где лучше отыгрывать, что делать. Ну, короче, по итогу все сами увидите. Если вам зайдет подобного формата видос, если вы захотите увидеть, возможно, какие-то другие аспекты, моменты, позиции на картах, позиции именно вообще по ролям на карте в матчмейкинге или еще где-либо. То поддержите данный видос. Возможно, у вас есть какое-то свое мнение по этому поводу. Возможно, вы хотите увидеть что-то определенное свое. Например, там игра в атаке, там еще где-то. То напишите его в комментариях. Мне будет тоже приятно услышать эту позицию. И вообще, может быть, какой-то фидбэк получить от вас по ходу данного видеоролика. Потому что, по сути, это эксперимент. И я не знаю, что из этого выйдет. Что получится, то получится. Для меня это будет лишь дополнительный опыт. И посмотрим, что из этого, конечно же, выйдет. По режиму, понятное дело, что это захват флага. Здесь даже не обсуждается. Любой другой режим, по сути... Ну, я не вижу даже смысла рассматривать. Это как бы в регби, там, дефить или в штурме дефить. Но это такое себе. Поэтому рассматриваем деф. Для этого я сегодня выбрал Вика Фриза. Наверное, одно из самых интересных и любимых вооружений для дефа. В не только матчмейкинге, но и, по сути, в любых турнирных боях. Я на позиции дефера в каких-то турнирах, в каких-то командах отыгрывал. Не сказать, что везде. Не сказать, что на постоянной основе. Но для меня эта позиция являлась довольно-таки интересной. Но на ней надо тоже иметь довольно большое количество терпения. Все. Больше ничего, короче, не по делу говорить не буду. Как вы видите, уже поставил первую мину, отбил двух противников. Ну и что же самое главное здесь, ребят? Самое главное, это, конечно же, занятие правильной точки. И как можно больше крутить башни. И как можно быстрее принимать правильные решения. Если вы видите, что на вас заходит пару-тройку танков с разных сторон. То всегда пытайтесь концентрировать внимание не на одном танке. А на как можно большем количестве. Дабы быть вообще в курсе всех событий. И не пропустить тот самый увоз флага. То есть, если даже он будет пытаться уходить. Вы выиграете ценное время для своих тиммейтов. Вы дадите правильную инфу. И всегда сможете выиграть пару-тройку секунд. За счет того, что вы будете стоять, например, на флагштоке. Или еще где-либо. Соответственно, у вас флажочек не уйдет. Как и сейчас, например, заходило там два танка. Я сыграл довольно близко. Я где-то спрятался, тиммейты помогли. Соответственно, с дефом я разобрался. Что касаемо вообще набора очков для дефера в матчмейкинге. Я не знаю, насколько это актуальная тема. Как по мне, наверное, не совсем грамотная. Потому что, ну, зачастую катки не являются сверх жесткими. Чтобы противник прям дико ехал на тебя. Соответственно, вы не так много сталкиваетесь с такими моментами, когда на вас едут и пытаются вас нагнуть. И вы не зарабатываете большого количества опыта. Но понятное дело, что деферы при любом раскладе, при любом моменте, они всегда нужны. Да, и если уж отталкиваться не только на матчмейкинг, а на вообще, по сути, игру дефера. Да, то есть, если посмотреть там на турниры и еще на что-то, то понятное дело, что деферы всегда нужны. И для этого такие пушки, как фриз, викинг, это, ну, самое, наверное, удобное, оптимальное и легкое вооружение. Как вы видите, сейчас противник заходил по центру, я сыграл довольно аккуратненько. Дабы не было такого момента, что я вернул флаг и противник взял, быстро подхватил и его увез. Соответственно, я сумел выиграть тоже какой-то определенный тайминг и прочитать максимально грамотно ситуацию, дабы не отлететь на рез. Что касаемо матчмейкинга, также хотелось бы сказать, что здесь лучше всего использовать дрон-защитник, так как он является, ну, самым актуальным, у вас нет кулдауна брони, соответственно, у вас есть дополнительная возможность уходить как можно меньше на рез за счет того, что количество вашего здоровья будет большое. Пока катка складывается, не сказать, что прям супер бомбически, потому что мы до сих пор не ведем в ней, потому что у нас тиммейты особо не давят противника. Ну, а что касаемо дефа, то 3,5 минуты дефа уже увенчались, можно так сказать, успехом и никаких серьезных атак от противника я не видел. Что касаемо также дефа, друзья, не всегда деф только на штоке является благоприятным стечением обстоятельств. Бывают такие моменты, когда у вас увозят флаг и уже он доходит до какой-то определенной черты, где вам нужно просто либо резать угол, да, я имею ввиду перехватывать оппонента с флажком где-нибудь, и здесь уже также нужно довольно грамотно подходить к увозящему игроку, да, к атакеру. Вот, например, сейчас Викинга Рикошет увозит флаг за счет того, что я ушел на респ и я не успел никак ему здесь попрепятствовать, я не успел доехать до штока. Соответственно, мне нужно выбрать как можно более грамотную траекторию, дабы успеть перехватить данный флаг. Здесь же я уже отлично читаю и понимаю, что здесь я уже точно успеваю доехать и спокойнейшим образом вернуть флажочек. Ну а теперь можно либо же попробовать сделать атаку в связи с тем, что я уже нахожусь на вражеской базе, либо же можно быстрее либо делитнуться, либо вернуться на свой респ, попутно, может быть, даже подстраховав своего тиммейта, который пытался здесь увозить, но, к сожалению, у него, похоже, там ничего не вышло, поэтому я потихонечку возвращаюсь и буду уже контролировать свою базу дальше. Плюс ко всему этому мы уже ведем по счету, соответственно, рисковать особо смысла мне никакого нет. Флаг вернул, самую главную задачу для себя выполнил, теперь уже нужно дальше дефить, дальше смотреть на свою базу и не терять таких флажков, которые бывают, происходят, да, за счет того, что вы уходите на резк и больше никто там не страхует вашу базу и нужно быстро уже принимать решение по перехвату. Остается полторы минуты до конца, мы ведем 1-0, умный дефер всегда в таких ситуациях, ну, практически всегда в таких ситуациях, начинает играть более агрессивно, принимая противника где-то в средней зоне, потому что зачастую противник в таких моментах уже начинает проявлять свою большую агрессию, и, соответственно, если вы его принимаете на середине карты, либо же где-то в средней зоне, вы выигрываете уже дополнительный тайминг для своих тиммейтов, которые уже в дальнейшем сумеют либо вам помочь, либо же вы отреспитесь быстрее, потому что вы будете сливать своего оппонента где-то на середине пути, и, соответственно, он пока вас сольет и доедет до вашей базы, вы уже успеете отреспаться и, возможно, даже успеете сразу же его слить, перехватить и предотвратить ту самую атаку. Здесь же у меня даже, ну, немножко там получилось это все дело показать, не сказать, что я, конечно, на где-то середине карты оказался, на середине фланга, но отреспаться успел, помочь успел, и деф мы свой сдержали, соответственно, 20 секунд до конца, 1-0, счет нас практически устраивает, но если бы было бы там 2-3-0, было бы вообще великолепно, но победа есть победа, соответственно, жаловаться на это я точно не имею права, и данная карта уже успешно заканчивается. Соликамск это одна из таких карт, где образцово-показательно можно показать все эти наглядные моменты, о которых я вам только что говорил. Ну, если бы, конечно, меня пикнуло на какой-нибудь родайлер, то я был бы еще более рад, но борда тоже довольно-таки интересная и неплохая карта. Посмотрим, что у нас получится сейчас здесь, одна картка удачно уже завершилась, как всегда, с самого начала боя главное занять быстро позицию, прожать максимально грамотную, наверное, расходку, можно даже фулл расходку прожимать, вне зависимости от того, там едет противник, не едет, если это не фулл расходка, а расходка, которая с куллдауном, в моем случае у меня ДАшка не уходит на куллдаун, то можно смело прожимать кулл расходку и ни в чем себе не отказывать, поставить какую-нибудь одну грамотную мину, ждать куллдауна на вторую мину и уже выжидать противника, который будет атаковать на вражескую, на вашу базу. Ну и в таких ситуациях, конечно, хочется надеяться на то, что ваши тиммейты будут увозить все-таки флаги, если уж вы пытаетесь задепать своего оппонента, то хотелось бы, чтобы команда тоже как бы тянула и пыталась выигрывать. Пока, к сожалению, противник особо на меня не едет. Но будем ждать, будем ждать, будем контролировать, пока что я особо никого не вижу. Главное, особенность, наверное, для любого дефера, по возможности всегда вертеть башни, поворачивать камерой, чтобы не пропустить какой-нибудь там стелс-заход, еще какой-нибудь дополнительный заход от противника, и особо сильно не вестись на увозы своих тиммейтов. Да, если, конечно, нету какого-то суперграмотного кола и вы видите, что вы не потеряете флаг, то тогда, конечно, можно там вылезти куда-то, помочь своему тиммейту. Но так, в большинстве случаев, лучше всегда хладнокровно защищать свой флаг, если вы уж играете на позиции последнего дефера. Если там играть на позиции, там где-то принимающего среднего игрока, да, то есть, можно так сказать, полузащитника, то там уже можно-то и выдвинуться, и помочь. Но здесь, если уж вы ластовый крайний, то лучше уж внимательно крутите башни, смотрите за всеми позициями, не пропускайте своего оппонента, ставьте грамотно минки и живите. В матчмейкинге это точно работает, потому что кулдауна у вас как минимум одного припаса нету, и делититься на постоянной основе не имеет вообще никакого смысла. Если уж это какой-то формат по типу сетапов, то зачастую бывают моменты, когда лучше уйти на делит, нежели остаться в живых, и тогда уже с фулл хп, либо вас там кто-то подстрахует, приедет какой-нибудь тиммейт на какие-то 10-15 секунд, либо же вы сами сумеете доехать до своей базы, если вы видите, что противника там нету, в правильный тайминг зарез пились, и все хорошо у вас как бы будет. Четыре минуты, ребят, до конца, до сих пор особо противник не атакует, есть пару-тройку игроков, которые пытаются вообще что-то развить в атаке, но пока у них ничего здесь не получается. Успехом не сказать, что катка здесь как-то складывается, и что у нас здесь что-то вырисовывается, потому что счет до сих пор 0-0. Но что касаемо дефов, здесь все спокойно, стабильно, пару-тройку мин грамотных стоит, ждем оппонента, который может в любой момент приехать, на, например, такой вот жесткий хоре гром, который стоит уже на большом мосту, и мне в данной ситуации лучше не получить лишний урон, хотя вот здесь есть флажочек, который можно было бы подобрать, но я, наверное, выживу. Да, у меня... Ах, лучше бы я, конечно, этого не делал, надо было оставаться в сейве, я изначально хотел это делать, но... Видите, рискнул, и, похоже, зря потерял большое количество мин, я не думал, что шафт выдаст настолько большое количество урона, но он его выдал, я ушел на респ, и, к сожалению, флаг мы не поставили, но и у нас флаг не ушел, и это очень хорошо, что противник не воспользовался данным моментом, потому что зачастую бывает такая ситуация, что вы дефите, 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 потом выдвигаетесь под встречу своего тиммейта, и это очень бывает грубая ошибка, вы выдвигаетесь навстречу, оставляете противнику подбор вашего флага, соответственно, контратаки у вас и возвращают флаг, и увозят флаг, и вы в итоге уже из простой ситуации выходите тем самым человеком, который уже начинает проигрывать катку. Вот первый заход, более-менее адекватный от оппонента, поражал он там овердрайв, попытался ворваться, но у него здесь ничего не получилось, но хп у меня мало, мне нужно уходить на респ, и даже при том раскладе, если сейчас противник сумеет отвести флажочек, но похоже у него это не удастся сделать, то я бы мог бы просто-напросто спокойнейшим образом уже выдвигаться по левому флангу на перехват. Они не увезли, значит я остаюсь на базе, продолжаю играть при том раскладе, что мы уже ведем по счету 1-0. Что касаемо очков, здесь я думаю, что, друзья, ну вообще не стоит обращать внимание на это, если уж рассматривать целиком и полностью позиции дефера, то не всегда, как я уже говорил в начале, данная позиция является прибыльной с точки зрения очков, но с точки зрения эффективности игры на команду, это очень хорошая позиция, и поверьте мне, каждый игрок, играя в матчмейкинге, надеется на то, что попадаются такие игроки, которые следят за своей базой, которые играют на команду, которые не играют на очки, и дефят свой флаг. Например, такой же даже у хантера рельщик, который прямо сейчас находился в дефе, ценится всегда с моей точки зрения. Да, может быть, для кого-то это неважный игрок, и игрок, который, ай, да что он там делает, у него там опыта мало, и он по сути не является каким-то там сверхпомогающим, то для меня этот игрок играет очень важную роль, но флаг у нас уходит, и это очень плохо. Я пока балаболел, пока респился, потерял флажочек, но пока на перехвате работаем довольно-таки неплохо, я думаю, что надо цепляться за этот возврат, противник тут уже, я не знаю, что делать, накручивает какие-то пируэты, я пока контролирую ситуацию, где у нас он, ах, уже прожимают на меня здесь овердрайв, хоречек, но противник пока там на бровочке находится, соответственно, тайминг для себя я еще выиграть могу, плюс тиммейт уходит на размен, здесь, если же мне тиммейт скинет флажочек под размен, это будет просто супер бомбически, не будет скидывать, не будет скидывать, не будет скидывать, я понял, а, нет, скину, хорошо, отлично, поиграем в размен, как самый важный дефер, да, по сути, размен всегда должен играть тот самый человек, который и дефит свой флаг, это довольно-таки логично, если ты уж являешься потенциальным и крайним дефером своей команды, то зачастую именно этот игрок и дефит и охраняет свой флаг на размене, все-таки это на то и дефер, чтобы он сэвил и выигрывал тайминги для своих тиммейтов, которые, возможно, сумеют в дальнейшем вернуть флаг, а ты просто доедешь и его поставишь. Катку мы выигрываем, я, как вы видите, как бы по очкам здесь, ну, никак сильно не выделился, 55 опыта, но зачастую, как я уже сказал, в командных боях, в таких боях, как захват флага и клановых боях, абсолютно не важно, какое количество очков вы имеете, если при этом раскладе у вас не увезли флаг и вы выиграли бой, поэтому лучше играйте на команду, если вы уж потенциальный дефер и цените эти момент, то не стоит зацикливаться на том, что вы получили где-то не такое большое количество очков, да, и там чекать на тап и говорить, блин, что у меня мало очков, может быть, я плохо сыграл, зачастую такого не бывает, просто может быть, там противник не едет на вас особо много, вы не сталкиваетесь с натиском оппонента и не можете нормально подфармить, но в первой катке вы видели, что противник ехал, соответственно, я делал больше киллов, больше очков зарабатывал и поэтому вытаскивал на этом определенный момент и даже, если не ошибаюсь, там занял первое или второе место и шесть своих звезд я заработал, но бывают и такие катки в матчмейкинге, поэтому позиция дефера в матчмейкинге не особо актуальна, все играют на очки и мало кто задумывается вообще о том, что можно просто поиграть на команду, подефить и помочь своим тиммейтам, может быть, где-то это не актуально за счет того, что в матчмейкинге в последнее время не играет такое большое количество скилловых игроков и ты можешь по сути вообще играть без дефа, но если уж акцентировать внимание не только на матчмейкинге, но и на боях клановых, то данную позицию можно полноценно рассчитывать и какие-то моменты для себя возможно выделить даже тем игрокам, которые сейчас играют в турнирах можно, поэтому пишите мнение вообще по этому видосу, пишите, что вы думаете, мне будет интересно почитать комментарии, возможно, есть какая-то определенная критика, напишите свой фидбэк, мне будет интересно все это дело почитать, послушать, возможно, даже поотвечать на какие-то вопросы, если у вас они появились по ходу данного видеоролика, поэтому как-то так, всем, друзья, спасибо за просмотр, спасибо за поддержку, и возможно, эта рубрика и подобного рода видосы будут выходить на постоянной основе, если вам это зайдет, и если это вам понравится. У меня, друзья, на этом сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.